Подходит к завершению непростой 2020. Он был полон ограничений. На время была приостановлена плановая помощь, закрывались спортивные комплексы, рестораны и кафе, а школьников отправили на дистанционное обучение. Все эти неудобства вызвали и продолжают вызывать массу недовольств в обществе, особенно дистанционка. Прошло несколько митингов. Один из последних провела политическая партия «За правду». И сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя этой партии, политик Александр Казаков. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. А как же. Ну, давайте сразу про дистанционку-то и поговорим. А как вы считаете, готова ли система образования, готовы ли мы, родители, учителя, дети в первую очередь, к дистанционному образованию? Ну, это вопрос, конечно, как всегда, многослойный. Во-первых, нет, не готовы. Не готовы, это признав вчера с этим президентом. Во-первых, не готовы технически, технологически, материально. А если так, то следствием из этого будет опять материальное, то есть материально-социальное расслоение. То есть у кого-то больше возможностей, у кого-то меньше возможностей. То есть это мы, к сожалению, в политику уходим опять. Во-вторых, психологически к этому не готов никто, потому что есть налаженный десятилетиями ритм жизни семей. Работающие родители, есть бабушки, бабушки занимаются внуками, то есть есть ясли, есть школа, то есть днем дома никого нет. Привычный уклад жизни. То есть десятилетиями выработанный ритм определенный. Вот он сейчас ломается, потому что ребенок дома, это же от ас, спасайся кто может. И родители, а если бабушек, дедушек нету, ну и как это все? А если ребенок хороший, то есть веселый, шустрый, лезет вечно не туда, куда надо. То есть это ломает десятилетиями устоявшихся ритм жизни семей. Это социальные потрясения. Ну подождите, это же мера вынужденная. Ведь мы помним, когда многие были на изоляции, и вот хорошо, что хотя бы дистанционное вроде как образование было. Ну давайте мы не будем с вами обсуждать так называемую эпидемию, вот потому что... То есть мы говорим сейчас о перспективе, то есть что дистанция может стать привычным делом. Смотрите, вот это как раз еще один слой. То есть нам предлагается как временная мера для того, чтобы не прерывался учебный процесс, потерпите там как-нибудь, там соберемся все. Да, тут мы вроде смирились. Но при этом параллельно у нас выходит информация о том, что эти меры будут продлилены до 1 января 2022 года, то есть у нас больше года впереди, и это все будет продолжаться. При этом определенная структура заявляет, что на дистанционное обучение будут переходить целые кластеры системы образования, особенно в вузах. Студенты, естественно, задистанционны. Вот так это ж халява, это ж какая. Это ж какая. Но главными потерпевшими, конечно, являются школьники, причем именно младших, средних классов. И при этом многослойности нам говорят одно, а подозреваем мы совсем другое, и не без оснований, потому что есть политические заявления разных банкиров, международных разных деятелей, глобалистов, которые считают, что это хорошо и правильно. А вообще зачем? При этом главное, что... То есть, почему мы против? Мы вообще предлагаем альтернативную систему образования нашей партии. В Госдуму мы идем именно с этим проектом, условно говоря, контрреформы. Это касается и балансской системы, и ЕГЭ, и вообще импортных образцов. Но в отношении дистанционки главная беда нашей школы, начиная с 90-х годов, что из школы исключена система воспитания вообще. Потому что задача школы до этого была выпустить из школы образованного, просвещенного гражданина и патриота, способного к самообразованию и саморазвитию. А сейчас, Фуршенко заявил это официально, школа выпускает образованного потребителя. Ну, собственно, как сказали, так и делают. Вот. И дистанционная система общения между учителем как воспитателем и учеником, она исключает воспитательный процесс. Потому что это всегда контакт, это всегда пример, это возможность быстрого реагирования, это просто человеческое общение и диалог. Это исключается. Через экран эмоции не... Я уже не говорю про такие вещи, как музыки учить. Я помню, у меня в первом классе музыкальной школы учительница села за пианино, поставила руки, взяла мою руку, положила себе на руку. Вот теперь смотри пальцами, следи, как я. Ну, как я это террикант сделаю? Другой учитель мне говорит, смычком по скрипке видёшь, звук должен быть холодный, а теперь тёплый. Попробуйте через компьютер сделать холодный и тёплый звук, это вообще нереально. То есть целые кластеры образовательные вообще проваливаются. Это же целая трагедия назревает, это подозревает, а целое поколение детей, что с ними будет дальше? А представляете, сколько этих детей? А как каратэ учить через экран? Когда нужен контакт, когда нужны тактильные ощущения? То есть целые кластеры вываливаются, и там некоторые идеологи, но не буду называть фамилии этих банкиров, их так все знают, благодаря Инките Сергеевичу Михалкову, они открыто заявляют, что надо львиную долю образовательных, воспитательных программ перевести на дистанционку. То есть у нас сейчас подрастает поколение инфантильных детей. Они дико крутые со своими айфонами, они гордятся, что они умнее родителей, потому что они быстрее шарятся там. Для чего? Какая цель конечная? То есть что происходит вообще удивительно? Ведь вроде как все вокруг понимают, что плохо, что хорошо, и тем не менее. Во всем мире, и мы здесь, к сожалению, идем как бы в этом тренде тоже, не сопротивляемся, но мы собираемся сопротивляться. Во всем мире элиты стремятся упростить методы управления массами. Для того, чтобы их упростить. То есть первое – это дебилизация, инфантилизация подрастающих поколений, потому что все же начинается оттуда. Страшные понятия – дебилизация. Да это практически научный термин уже. Потому что это происходит. Мы 30 лет назад смеялись над американской школой. Господи, чему их там мучают, колонии там выпускают. Так теперь у нас то же самое. Мы взяли оттуда образцы. Наша система образования советская, 50-х годов, в мире считалась лучшей. Во всем мире, даже во времена Холодной войны, мы взяли все это, выкинули, взяли чужое. И вот мы имеем результат. Ну вот я уже говорила в начале, что несколько митингов против дистанта, в том числе и в Барнауле, пришли. А смысл-то в них есть? Нас услышат? Есть. Или вот как вот принято думать, что уже все давно за нас решили? И вот зачем? Выскажу свое личное мнение, но оно подтверждено всем моим опытом. Вот на прошлой неделе я лично в Москве проводил одиночный пикет. Первый заместитель писателя партии, я надел, значит, всего лишь около Госдумы, раздавал Сталинскую Конституцию, объясняя проходящим мимо депутатам, помощникам депутатов, что на свои образцы надо ориентироваться, не французские брать за основу и переделывать нашим. Конституция – это правило, по которым живем. Мы все живем, наша страна живет, мы с вами живем. Значит, если мы берем чужие образцы, мы по чужим правилам живем. Надо брать свои, причем еще и хорошие. Это был одиночный пикет, я просто ходил по охотному ряду сам. То есть я в подтверждение того, что это очень важно, даже если вас не снимает телевидение и не показывают в новостях в прайм-тайм, неважно. Такого рода усилия даже одного человека, тем более нескольких, тем более системно, если по всей стране, они не проходят незамеченными. И дело не в том, проведут ли после этого в администрации регионов совещание со ссылкой «вот там был пикет». Не в этом дело. Не в этом. Во-первых, участие в таких… Если вы искренне в этом участвуете, ну это ваша история, это ваше чувство собственного достоинства. По крайней мере, вы своему ребенку скажете, а я была против, я вышла на улицу и сказала об этом всем. Это история взаимоотношений внутри семьи даже, тем более с государством. Ну я уже не буду говорить о тонких материях, потому что чем больше людей в этом участвует, в свое время, это был один из первых флешмобов, несколько тысяч человек в США собрались вокруг Пентагона, встали в круг, сделали движение, что мы его подняли и перенесли. Люди начали с ума сходить внутри Пентагона. А никакого контакта материального не было. Человеческая энергия, тем более положительная, а эти пикеты написаны против, но они положительные, они за детей, они за семью, а против методов, которые предлагаются. Эта энергия даром не проходит, это очень важно. Это для страны, для народа важно, и для каждой семьи. Хорошо, ваша позиция по поводу дистанта. Мне ясна, почему против ЕГЭ тогда выступаете? Чем вот эта форма вам не нравится? Ну, во-первых, те цели, которые изначально нам предлагались в связи с ЕГЭ, две главные, обе оказались ложными. У нас была одна мотивация, что мы хотим сломать коррупционную систему при поступлении в ВУЗы. Вот, ну, отлично. Сейчас вокруг ЕГЭ сложила и собственная коррупционная система, которая даже больше. Она уже расписана, в этом книжке уже написана. Как учителя друг другу передают, чтобы там все это... То есть система репетиторства гигантская по всей стране. Вторая история вообще очень противоречивая. Нам вводили ЕГЭ для того, чтобы талантливые ребята из малых городов, из всех регионов могли поступать в центральные ВУЗы. Но при этом наше же государство создает систему федеральных университетов. То есть мы одной рукой приближаем ведущие ВУЗы ближе к регионам, чтобы можно было прямо из города спутника ездить туда учиться. А другой рукой мы создаем систему, чтобы пылесос высасывал лучших ребят из регионов в Москву. Большинство из них там остаются. У нас нет системы распределения, как в СССР. Попав один раз в Москву или в Петербург, молодые люди оттуда не уезжают. А еще и за границу сразу прямиком. Опять же, мы присоединились к баллонской системе для того, чтобы наши дипломы признавались на Западе. А чего вы тогда жалуетесь, что наши выпускники туда уезжают? Вы сами ворота вот такие открыли. Создали для них все условия. То есть наше государство вкладывает, инвестирует, тратит огромные деньги, несмотря на то, что вранье насчет бесплатного образования. Но деньги тратятся огромные. И потом мы получили диплом с пасиболской системе, которая конвертируется, и поехали в Соединенные Штаты или в Европу. У нас с полушариями мозга что-то не то. У нас правое полушарие думает в одну сторону, а левое в другую. Я не буду говорить про диагноз, как это называется, когда у нас полушария разноректорно работают. А самое главное, что ЕГЭ достаточно быстро, а сейчас это часто катастрофа, в самоцель превратился. У нас, начиная со второго класса, родители думают только о том, как через... Да, конечно. То есть вся школа по боку, какое-то воспитание, даже образование по боку. Главное, вот этот ужас, пройти через это горнил и в живых остаться. Это, причем, тоже не шутка, потому что у нас сколько детей за эти годы и погибли из-за ЕГЭ. Это не один, а не два ребенка. Это же просто... Ну, средства массовой информации стараются не акцентировать на этом внимании. Но это же не тяжелейшая психологическая травма, причем психическая, я бы сказала, для всей семьи. Там бабушки, дедушки с ума сходят, когда это ЕГЭ. Вот давайте, про семью заговорили, да. Про семью. Я понимаю, что вы можете долго говорить на больные темы. Вот про семью заговорили, и вот сейчас действительно не очень простое время мы все переживаем. У кого-то сократили на работе, у кого-то еще какие-то проблемы. В основном финансовые, их очень много. И вот государство вроде как... Материальные, скажем так. Материальные, да. И вот государство нам вроде как помогает. Вот мамам, папам, вот мы помним, по 10 тысяч перечисляли на детей. Сейчас мы снова пообещали. И сейчас вроде как договорят, что будет что-то подобное. Вот этих выплат достаточно, на ваш взгляд? Вот этой поддержки достаточно? И наверняка здесь есть как плюсы, так и минусы. Одному выплатили хорошо, а другому пойду-ка потрачу на себя. Ну да. Куда эти деньги уходят, никто не проверял. И если детям до 7 лет, то если у кого-то ребенку 8, он говорит, а почему до 7, а не до 8? Ну, и это тоже. Ну, значит, смотрите. Во-первых, позиция нашей партии заключается в том, что надо больше денег давать людям. Если у нас в среднем по стране температура по больнице в среднем, это не очень температура. Но по регионам очень неравномерно люди получают деньги для того, чтобы нормально существовать. То есть любой возможностью надо пользоваться, чтобы деньги просто раздавать людям. Это можно воспринимать как дополнительное финансирование при низких общих зарплатах. Это нормально. Особенно, что касается детей и семей, потому что у нас это катастрофическая ситуация с демографией в стране. И это, по крайней мере, обосновано. То есть позиция номер один. Как можно больше денег давать людям. Так они же потом, эти люди, на шею сядут. Ведь я же даже слышала, как говорят, что-то дали, да мало. Это другая сторона вопроса. Да, я вот могу привести в пример, что, например, в Швейцарии был даже референдум по поводу того, чтобы людям выплачивался безусловно базовый доход достаточно высокий. И на референдуме люди проголосовали против. Исходя из того, что мы тогда вообще ничего делать не будем. То есть мотивация пропадает. Нет, здесь нужно просто смотреть баланс. Ну, тут сложный баланс, потому что, во-первых, да, у нас в государстве много денег просто пропадает. Многие деньги хранятся финансовые ресурсы, хранятся в кубышке годами, хотя вот, тем более сейчас, их надо тратить на людей. Это не вертолетные деньги. Это целевые деньги, которые должны стимулировать людей к определенным поступкам, к определенному поведению. Да, если мы помогаем конкретно семьям для детей, да, какая-нибудь мамаша действительно пойдет себе пластику за эти деньги сделает, если у нее детей много, потому что, если мало, не хватит. Вот. Но подавляющее большинство нормальных родителей потратит эти деньги на семью, а не на собственную пластику. Ну, это практика говорит, социология говорит. У нас подавляющее большинство людей нормальные и хорошие. Но есть и нехорошие, и неответственные родители, которые, если мы говорим, давайте улучшать демографию, мы и кинулись ее улучшать. Кто кинулся? Нас строгали там, и потом опять же ждем, когда нам помогут. Квартиру дадут, деньги выделят и так далее. А вы знаете, вот когда государство начинает вступать со своими гражданами в коммерческие отношения, то потом не надо удивляться, что подрастающие пацаны, и им говорят, надо идти в армию, и говорят, а что мне за это будет? Да. Тогда и, собственно, и население переходит на коммерческий режим отношения со своим государством. Патриотизм тогда у нас заденит. А где тогда баланс? Баланс очень простой. Прежде всего, это вопрос политический, не финансовый. Традиционно, ну это законы демографии, да, наша страна особенно касается, мы все это знаем, вот люди взрослые, мы все это помним. Когда у нас взрывной рост рождаемости происходит? Когда война. Это инстинкт самосохранения целого народа срабатывает. Вот в Донецке, например, да, при таких катастрофических условиях Донецкой Народной Республики, где я отработал 4 года, там рост рождаемости шел по экспоненте. То есть даже в таком маленьком фрагменте это срабатывает все равно у нашего народа особенно. Это, ну, история нам это говорит. Это первое. А второе, не надо войны, не надо такой повод для демографического роста. Но есть второй принципиально важный и политический, опять же, момент. Рождаемость растет серьезными темпами, за деньги чуть-чуть, а серьезными, когда у людей, у народа в целом есть понятный образ будущего. И когда мы на собраниях задаем вопрос, вот вы представляете себе, леонидное наше правительство, какой образ будущего у нас через 10 лет? Начинают смеяться. Никакого. Никакого. Мы исправляем вчерашние ошибки на завтра. Так и живем изо дня в день. А образ будущего на 30, 50, на 100 лет? Какую страну мы хотим видеть? И тогда у родителей, будущих родителей, появляется понимание, как ребенок будет жить. Когда меня мама рожала в 65-м году, прошлого века, она знала, когда меня рожала, как я буду жить, когда мне будет 40. Она знала, что будет ясли, школа, потом вуз, система распределения, что я обязательно получу работу. И у меня будет зарплата не ниже такой-то, на которую я смогу сам родить ей внуков и воспитать их. Это был образ будущего, понятная перспектива. В 90-е годы перестали рожать. Почему? Потому что люди не знали, когда они станут жить завтра. А в этой ситуации ребенка рожать? Страшно. Для того, чтобы ребенок стал счастьем и помог, надо, чтобы он вырос. Неужели есть какой-то шанс, хотя бы мизерный, вернуться в 65-е, чтобы вот эта стабильность была? Возвращаться не надо. Хоть не говорю возвращаться, но какая-то система. Это то, к чему мы должны стремиться. В 21 веке это будет новая стабильность, это будет другой образ будущего. Вот наша партия, например, в Госдуму идет со своим образом будущего. Она будет его предлагать. в 2100 политических партий. Мы знаем, какую мы хотим видеть страну через 50 лет. Мы можем ее описать, но это тема для отдельной передачи. Так, заговорили опять про вашу партию и давайте все же подробнее об этом. За чью правду-то мы с вами? Правда у всех одна. Для кого мы работаем? Кто наш электорат? Я не буду вдаваться в детали по поводу электората. Мы нашу партию назвали за правду по одной простой причине. Мы пришли к выводу, что это самый большой, самый дефицитный товар в нашей политике. Правда? Правда. Во-первых, сама все политика, традиционно считают, что грязное дело, политики все врут. Кстати, это вранье. Это вранье про вранье. О том, что политика грязное дело, это политики придумали, чтобы им не конкуренты, хорошие люди. не конкурировали с ними. Но в нашей политике правды действительно мало. Конкуренция имитационная, и мы все это знаем. Причем странно, мы сейчас вошли в очередной период застоя. Я помню тот период застоя очень хорошо, я рос в то время. И мы же тогда прекрасно знали, что выходят партийные лидеры, тогда у нас одна партия была, говорят лозунги, мы знаем, что они в это не верят, они знают, что мы знаем, что они не верят в то, что они говорят, а вот эта система имитации в конце концов парализовала народа. Когда нужно было страну спасать, никто на улицу не вышел. У нас сейчас нечто похожее. Мы хотим, ну, нам повезло, тем, что лидер нашей партии писатель Захар Прилепин, который вообще, по-моему, врать не умеет, ему не важно какая аудитория, будь то администрация президента, или его батальон в Донбассе, или его читатели в Барнауле, или в Новосибирске. Для него это естественное состояние души и жизни. И мы, в смысле, на него ориентируемся. Правда, у нас дефицит правды. Слова о том, что правда у каждого своя, бытовая, да, но мы же внутри, мы так воспитанные, мы смотрели одни и те же фильмы, читали одни и те же книжки, в отличие от текущих поколений, которые ничего не смотрят. Но это наша забота. И поэтому мы знаем, в чем это правда. И вот, собственно, мы хотим принести в политику именно это новое слово. Я не сказала, что вы к нам в студию самолета. Да. С какой целью в Барнаул из Москвы? Мы выбрали Барнаул как место для слета всех сибирских отделений партии. И у нас такой большой смотр, подведение каких-то итогов, потому что, ну вот, прошло довольно много времени, мы уже один выборный цикл прошли. Вот, и региональные отделения созданы почти во всех регионах. Вот, посмотреть на то, что получилось, вот, и поставить задачи на... Что получилось? Региональное отделение оправдало надежды, делает свое дело? Знаете, почти все. У нас вот в Сибири спящих, так называемых, такой политический волепек, спящих отделений у нас нет. Вот, в других федеральных округах есть. Ну, вы так-то немножко наверняка изучали проблемы нашего края Алтайского. Вот, на какие моменты вот с вашей стороны сейчас нужно давить? Сейчас нам нужно пережить общие беды. Они у нас сейчас нерегиональные. Вот, это первое. Просто, чтобы не быть голословным. А во-вторых, у нас в Патнике дело заведено так, что не мы из центра указивки раздаем регионам, а регионам рассказывают, чем и мы в центре должны заниматься. То есть, у нас там, у нас скорее лоббистские задачи в центре для регионов и региональных отделений. Вот, поэтому я еще недостаточно познакомился с вашим регионом, поэтому не буду вас обманывать. Я, конечно, могу почитать газеты, провести мониторинг и сейчас рассказать все ваши проблемы, которые вы тоже знаете. И покажу вам, что я тоже их знаю. Но это как раз и будет неправда. А мы все же за правду. Совершенно верно. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Да, продуктивные вам поездки. Пусть Барнаул вам только улыбается, так скажем. Очень красивый город. Очень красивый город. Удивил по-настоящему. Ну как же, вы еще не успели его оценить. Нет, я даже пока из аэропорта ехал, я был, ну, очень удивлен. Просто уровнем, ну, правда, вот, там и в европейской России не все областные города так выглядят, честное слово. Приятно слышать. Спасибо за эту добрую беседу. Спасибо вам. Я напомню, что сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя партии «За правду» Александр Казаков.